Открытая студия 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 Нет Нет Что вы Они же очень активно То есть Каждое лето По весне То есть Когда есть школьные каникулы То есть Они всегда выезжают На подобные конкурсы И на всероссийские И на международные Ведь звание Заслуженный коллектив Народного творчества Он дается не просто так Он дается Один раз в год И всего лишь Одному коллективу От региона В Мурманской области Их всего 4 И все 4 Ну вот Они во дворце культуры И Мы ежегодно Рассматриваем Представления На то Какие коллективы Могут быть И вот один из критериев Это Обязательно призовые места На конкурсах Всероссийского уровня Но под эгидой Министерства культуры Российской Федерации И под эгидой Государственного Российского Дома народного творчества Миполенова Вот любопытно У нас какая-то Особенная школа Ну то есть понятно Что у каждого региона У каждого коллектива Есть свои секреты В подготовке В базисе И В может быть В каких-то начальных направлениях Которые впоследствии Модернизируются И превращаются В так называемый Свой стиль В свой фирменный шарм Вы знаете да Абсолютно у каждого коллектива Мурманской области Есть Какой-то Вот как вы говорите Свой стиль Свой шарм Это я могу сказать точно Потому что Ну по Роду своей деятельности В общем-то Вижу Все коллективы В той или иной степени Вы знаете Вот 35 лет Коллективом руководит Сергей Николаевич Прибытков Это заслуженный Работник культуры Российской Федерации Человек Который Ну Настолько Влюбляет Непосредственно В себя И в танец Замечу Русский Народный Потому что Сполохи Ну здесь Не только русские Да Но в большей степени Они танцуют Русские народные танцы Но именно В народный танец Потому что В их программе И танцы народов мира И танцы народов России И у него Знаете Какой конек Танцующие мальчишки Танцующие мальчишки Мальчишки Ну как Вот если Родители Я думаю Очень точно знают Что когда спрашивают Там ребенка Ты куда пойдешь Там Ну наверное Больше на спорт Куда-то А здесь Приходят ребята И Они танцуют Им это нравится Вот сегодня И сегодня Сегодняшняя современная молодежь А сколько ребят Именно парней Которые потом После вот этой школы Русского народного танца Они уходят В современную хореографию Они уходят Там В брейк-данс Еще куда-то Но У них есть школа У них есть Тот базис знаний Которая позволяет Впоследствии Накручивать другие Стили И поверьте Именно Вот эти Коленца Которые они умеют Вытворять Я понимаю Благодаря урокам Именно народного танца То они дальше идут И уже развиваются Так как им нравится То есть Это здорово И вот как раз таки У сполохов Вот эта их фишка Русский народный танец Во всех его проявлениях И как мы говорим Такая вот Классика Сценического танца Да Сегодня они Не стоят на месте Они стараются Делают какие-то Ну как Шаг в сторону Да Потому что Руководитель тоже Понимает прекрасно Что Зрителям Интересно Сегодня увидеть Ну что-то еще С какой-то Современной ноткой Да Поэтому Есть танцы Которые Вот они есть Русский народный Все Ну такой Классический Сценический танец Но Есть и С современными Какими-то нотками Сегодня Это знаете Как Такой Вот танец Раздумья Да Танец Какого-то Переживания То есть Там где Не то что мы Показываем Свои умения Танцевать Но вот эти умения Помогают нам Показать Переживания Танец рассказывает Историю Делят все эмоциями Скажите А вот Преданные поклонники Коллектива Не вызывают у них Знаете Такого Не то чтобы Недовольство и отторжение Но такой легкой хулы С их стороны Что Что же вы делаете С классиками Нет 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 Абсолютно нет Потому что Это все настолько Делается бережно Даже может быть Некоторые скажут Ой можно было бы И побольше Но что самое интересное Есть Вот мне Очень нравится Один пример На одном из Арт фестивалей Таврида Молодой человек Вот он на берегу моря Это видео есть В интернете Но это действительно Классно Под такой вот Битовую Такую музыку И он Ну вот Топотушки Такие На берегу моря Это смотрится Так стильно Это смотрится Так круто Он молодой Он абсолютно В такой вот Обычной одежде Но он танцует Настоящий Вот русский танец Знаете Такой даже Вот не сценический А именно фольклорный Как вот это делалось Когда-то в деревнях Там на каких-то Вечерках Это очень атмосферно Должно Очень атмосферно И Наши То есть И мы вот сейчас Так и говорим Что вот посмотрите Посмотрите Ну вот обратите На это внимание Это тоже здорово Это имеет место быть Руководители Конечно Они так присматриваются Очень осторожно Особенно Ну когда действительно Человек прошел Очень большой Творческий путь Вот Но все-таки Стараются Увидеть что-то новое Тем более что Ну коллектив Когда ему 50 лет То он имеет возможность Уже как-то Видоизмениться Ну не совсем Видоизмениться А просто внести Какую-то такую Яркую интересную нотку Вообще любопытно Русский народный танец И миром это Давно признано Считается одним Из самых экспрессивных Видов танца Несмотря на то Что несколько лет назад После популяризации Большими медийными проектами На крупных федеральных телеканалах Люди снова Стали смотреть на танец Под другим ракурсом То есть воспринимать его Как профессию Не только как увлечение Как хобби Я имею ввиду Люди в большинстве своем То есть он приобрел массовость И Принято считать Что самые экспрессивные Виды танца Это современные танцы Которые родились Где-нибудь на западе Что-то связанное С направлениями хип-хопа Что-то связанное С твистами И прочее Но максимальное количество Акробатики Что казалось В танце акробатики Именно у нас В русском народном танце Это правда И то есть Это сложно очень оспаривать Множество раз Приходилось На своем личном примере Сотрудничать С ребятами Которые учились Русскому народному танцу И не только в Мурманске Вообще По России И Это тот человек Который в любом возрасте Ну если он продолжает Поддерживать себя В хорошей форме Может сделать шпагат В прыжке Абсолютно И это вот как Хоть разбуди его И попроси сделать Прямо сейчас Это удивительно Потрясающе Это потрясающе красиво выглядит Ты поражаешься и пластикой И гибкостью человека И мало какой танец Научит тебя Таким упражнениям Многие танцоры Уходят даже в боевые искусства Потому что Если у них Поменялся профиль интересов Но им позволяет Их растяжка Их подготовка Делать такие трюки От которых Бывалые спортсмены Широко открытыми ртами Глазами стоят И аплодируют А что самое замечательное Что ведь в коллективе Ну в любом коллективе Во дворце культуры В принципе не только В Кировке Но и абсолютно Любом культурно-досуговом Учреждении В коллективах Занимаются люди Разных профессий То есть это не их работа Но Они когда-то в детстве Этому научились Либо они пришли Во взрослом возрасте И Вот сразу Видна Вот это какая-то Стать в человеке Вот даже По офису он идет Он идет Совсем другой походкой Это факт Меняется Абсолютно Это очень полезно Поэтому Наши девчонки И мальчишки Наши мужчины И женщины Девушки Юноши Которые занимаются В ансамбле танца Сполохов На своих рабочих местах Они выделяются Вот этой красотой И статью Это я могу сказать точно Но у меня возник Такой сразу вопрос К чему вообще Все это было Прямо было с моей стороны Вы отметили Что вот Особенно мальчишки Да Их можно выделить Да И я вот о чем подумал Вот Я знаю Потому что так случилось Что Ну жизнь столкнулась С этими творческими людьми И я безумно благодарен Этому опыту Это здорово А вы по профилю работы Знаете И тот пласт людей Которые являются И постоянными зрителями И участниками Им известно Насколько это Многогранное направление танца Насколько оно интересно Но мы вспоминаем Как танец Благодаря чему Несколько лет назад Он стал более массовым Это программы Телепрограммы Различного рода Проекты Которые делают акцент На совершенно других жанрах И Несмотря на это Вот какой у меня вопрос До сих пор Именно вот молодежь Ребята Юных возрастов Они хотят заниматься Именно народные танцы Это привлекает Да Смотрите Конечно же В первую очередь Так как у нас При каждом коллективе Работает студия А студия Это маленькие дети Еще дошкольного возраста То конечно же В хореографию Приводят Уже Еще ребенка Родители И родители Ведут с удовольствием И вот здесь Уже все зависит От руководителя Насколько он сможет Влюбить В это дело В этот направление В этот танец И поверьте Те которые пришли Они уже не уходят Если уходят То это ну такие есть Причины Вот Лежащие на поверхности Не знаю Переезд в другой город И справляются с программой Ведь есть дети Которые Прекрасно учатся А есть увы Которые Приходится отлучать От каких-то Интересных дел Вот Поэтому Да Такие коллективы Для того чтобы научиться Приходят в раннем детстве И мы видим Что например Если ребенок звонит Ну или родители Или уже там Молодой человек Ну такой подросток Да То мы всегда предлагаем Что пожалуйста Но вот например В ансамбле танца с полохи Мы конечно говорим Ну лучше с хореографической подготовкой Если ребенку например Уже там 10 12 лет 14 Но бывают же Такие вот таланты И такие дети Конечно больше идут В современную хореографию Но Есть прекрасный пример Когда у нас тоже мальчишки Пришли абсолютно уже Во взрослом возрасте Ну в подростковом В ансамбле эстрадного танца Форсаж В студию при ансамбле Современного танца Где мы вообще не требуем Никакой подготовки То есть приходите и танцуйте В конечном итоге Они понимают Что они хотят поступать В училище культуры В колледж культуры И что они делают Они все лето Занимаются народным танцем Классическим танцем Дробушки Вот это все То есть И мы опять приходим Как там говорят Барьеры они больше в голове Да И у нас в городе Есть случаи Я лично знаком с людьми Которые Впервые Пришли в танец Уже отслужив в армии То есть Они до этого вообще Не занимались танцем Абсолютно Никак Но какое направление Хореографии У них скорее был Эдак Улично-хулиганский Образ жизни Решили что-то изменить И пошли в танец И вот все получается Да-да-да Такое тоже бывает Абсолютно Здесь на самом деле Если очень захотеть То этим можно заниматься Да Возможно Не будешь Там Какое-то Профессиональное Это не будет Использовано В профессии Да Ты не сможешь Возможно Да Принять участие В конкурсе Танцы на ТНТ Потому что Ну там Такие уже ребята Подбираются Я не знаю Можно сказать Сливки Да Возможно Но если вдруг Талант открывается И есть природная Еще и пластика А если мы говорим Про такие телеканалы Еще и необыкновенная Прическа То кастинг точно будет Пройдет Вот Поэтому Здесь Главное желание И умение руководителя Влюбить Вот в то Что он делает Влюбят ли В юбилейное выступление Руководители Коллектив 12 декабря С и зрителями Да Вы знаете Они готовят И уже как Полюбившиеся номера Потому что Ну есть Традиция Все-таки Нужно показать То что зрителям Уже нравится Но и подготовили Несколько новых номеров Даже вот в условиях Вот этой нашей Не очень правильной Репетиционной работы Скажем так Она велась Но не так Как вот чтобы Это было Вау Такой результат И Честно скажу вам Много раз Это здесь обсуждали И например С представителями Тренерского ремесла Мне до сих пор Непонятно Как можно Заниматься спортом Или тренироваться Через Веб-камеру Вы знаете Можно Главное Здесь Вот Самоконтроль И самовоспитание Вот того ребенка Или взрослого человека Потому что Когда-либо тебя Вот Вы да Собрались все В зуме Вы вот Руководитель Видит вас Ну вот Всех участников В окошечке И нужно Вот да На кухне В комнате Встать Там рядом Со стульчиком Или с чем-то И вот он руководит То есть Он всех видит Он точно так же Дает какие-то Коверентари А ты уже сам Вот За ножкой Следишь За ручкой Потому что Понимаешь Он только словами И ты уже Вот здесь конечно Самоконтроль Это потрясающий навык Дисциплины Это точно Потому что Когда рядом со мной 20 человек танцуют Я вдохновляюсь Гораздо больше Чем когда рядом со мной Кот воду бьет Это тяжело Но вот сейчас Мы занимаемся Нормально В помещениях То есть Все вместе Единственное что Конечно Группы очень маленькие Мы так разделились Ну по норме Да Но во всяком случае Вот И соответственно Да Будут новые номера И Вот один из них Я так Подсмотрела Можно сказать Из-за кулиса Небольшой Анонс Внезап Да Есть очень интересный Это такая вот Коллаборация Классического танца С русской народной музыкой Ну Даже не с русской народной музыкой А с русским народной Инструментом Вот Это очень интересно Я думаю Что это была задумка И руководителя И участницы Которая вот это сделала Здесь мы тоже Очень всегда То есть мы можем Увидеть вертипы Услышать лютни Нет Я же говорю Классический танец С народной музыкой Ну Совмещаем Да Совмещаем Вот То есть Здесь мы видим Как раз таки Пример Когда руководитель Работает С Вот еще и С инициативой Участника То есть И Вот Здесь они Совместно Нашли друг друга И Отошли вообще От Той программы Которая Идет В коллективе То есть Зрителей Это может прям Удивить То что они увидят Да Меня во всяком случае Удивило Я такой Удивила Такая Вау А как они будут смотреть Вы знаете Группа ВКонтакте Ну как еще Группа ВКонтакте Ютуб То есть Все сегодня там Мы не стали делать По прежнему По прежнему Будем смотреть Даже не прямой эфир Это запись Да Мы не будем Мы не станем делать Прямой эфир Потому что сейчас Вот конкретно 12 числа У нас Сцена Она занята Под другие съемки То есть Ну продолжается еще Процесс Поэтому Это будет запись Но чем еще и хорошо У нас поступило Очень много Поздравлений От наших добрых друзей Не только От коллективов Мурманской области Но и от Хореографических коллективов Других городов России Сполохи Очень дружат С ансамблем Ветерок Из города Кирова И они прислали Прекрасное поздравление И вот как раз таки Такой формат Дает возможность Нам соединять Смонтировать То есть Между номерами Получается Мы будем Видеть видеооткрытики Да Конечно же То есть Это даст возможность И тем людям Посмотреть Увидеть себя То есть Расширит еще И круг зрителей Поэтому Стараемся Выходить из положения Как-то вот Чтобы больше Все-таки было Просмотров И люди смогли Действительно Насладиться творчеством Ну с другой стороны Обладатели Больших телевизоров И огромных экранов Смогут фактически Устроить себе Кинотеатральное представление Да Это точно Ведь теперь я так понимаю Что нормы качества Они переходят И на конкурс И в запись Тоже будет Соответственно Современным форматом Да Мы стараемся Теперь уже Опять Вот для этого конкурса Все номера Были отсняты заново То есть Это не Вот Выдернуто Из какого-то Старого конца Без старого монтажа Да То есть Это все именно Сделано специально Вот под юбилей А 11 декабря Уже Если 60-летие Другой юбилей Композиторов Заполярье Он тоже будет проходить В виртуальном формате Да Это тоже будет Не прямой эфир Нет Смотрите Здесь такая особенность Что мы К юбилею Данного Любительского объединения Задумали конкурс Творческих работ Начинающих Не начинающих А любых самодеятельных Композиторов Мурманской области И конкурс Он уже идет И то есть Сейчас мы уже Подводим итоги Вот вчера Последнее было заседание Членов жюри Которые Вот уже Окончательно Подвели итоги Готовится Аудиоподкаст Об истории Творческого объединения Потому что Ну это действительно Уникальные люди Когда-то в 60-м году Собрались Самодеятельные Композиторы Обращаю внимание Действительно Самодеятельные Потому что Они на тот момент Особенно в 60-м году Они все работали Не только в музыкальных школах Там еще где-то То есть Связанные с музыкой Это и сварщики И работники Каких-то Спортивных учреждений И торговый порт И служащие То есть Вот они Люди Которые просто Есть у них талант Талант Страсти Умение играть Какого-то инструмента Они Не играть А писать музыку Писать музыку Конечно Писать музыку То есть Они объединились И при Доме народного творчества Тогда Создали Вот такое Любительское объединение Тогда конечно Вообще 60-й год Это наверное Какой-то такой Вообще 60-е годы Да Вот этот период Он уникальный То есть Там молодежь Настолько активна Даже вот кино Какие-то смотрят Да Передачи Они не то что Идейные Вот там не об идейности Речь идет А вот именно О какой-то Это можно назвать Энергией поколения Да Они настолько энергичны И они настолько Убедительны Вот в своем этом желании Что-то делать Объединяться Сворачивать горы Вот как сегодня говорят Что в каждой проектной команде Например да Должен человек Который мыслит на миллион А вот мне кажется Такое ощущение Что вот они тогда Все мыслили на миллион Потому что Ну настолько Какие-то интересные проекты И даже вот этот проект Он был Очень амбициозным Потому что Абсолютно точно Поддерживался Не только Дома народного творчества Но и Административными органами На тот момент Вот руководящими Развитием культуры То есть Данные объединения Они проводили для себя Семинары Они встречались С известными советскими Композиторами Выезжали в Москву То есть проводили Какие-то такие Мозговые штурмы Встречи И учились То есть Сегодня Конечно же Очень много композиторов Уже нет в живых Но Многие из них Являются уже членами Союза композиторов И СССР И Российской Федерации То есть Это уже признание Их На профессиональном уровне Хотя они возможно Так и остались Например Людьми Не связанными С миром музыки В своей профессии Ну несмотря на то Что когда-то Для кого-то Это могла быть Исключительно самодеятельность Сейчас это люди Чей Авторитет Уже непоколебим В этом направлении Это точно Вы знаете Вот я хочу даже Ведь Они объединились На Главная их была тема Они хотели писать о Севере И все Вот все произведения И если мы вспомним Ну вот я уже упоминала Мое Заполярье Мое Заполярье Это вот то самое Я люблю мое Заполярье То есть Это песня Владимира Попова На стихи Владимира Смирнова И вот еще Названия Какие чудесные Я вот себе Я даже вам зачитаю Потому что Но это действительно Красиво Посмотрите Снежный вальс Атлантический океан Весенний Мурманск Дорога в Тайге Вот еще Мне очень нравится Песня юных оленеводов Край морожковый На Мурмане август То есть настолько Вы читаете название Картинка сразу Представляется перед глазами То есть строится Образность И при этом Что любопытно Север в голове Рисуется теплым Да Это очень важный момент В музыке Вообще Создать ощущение комфорта Я думаю Что этого добивали В том числе У нас непростой край И по климатическим условиям По нормам жизни Здесь в принципе Такая музыка Позволяет взглянуть На него с другой стороны Абсолютно точно И вот мы Мы Не так давно Любители Хотя нет Уже достаточно давно Любительское объединение При Дворце культуры Да Вы знаете Уже лет Получается 15 Вот так вот Если вдуматься Когда Они перешли к нам Во Дворец культуры Из Дома народного творчества То первое Что мы начали делать Это Проводить Такие Музыкальные журналы Композиторы Заполярье детям Ну вот так Мы его назвали То есть мы придумали Вместе с ребятами Это всегда были школьники Ученики начальных классов Имя персонажу То есть у нас был такой Милый человечек Какой-то И редактор журнала То есть такая Тетя очень такая Вот Как музыковед И вот этого человечка Они назвали Музя Музя Миленько Миленько Да Вот И вот этот Редактор журнала И Музя Они На страницах Музыкального журнала Рассказывали О том или ином Композиторе И И его произведения Тут же исполнялись Какими-то детскими коллективами Потому что Все композиторы Они до сих пор Сотрудничают Не только с поэтами Но и с Коллективами Получилась такая Развлекательная Образовательная форма То есть детишки При этом Вот они Видят Смотрят Слушают Это в принципе Это шло Даже в рамках Программы По окружающему миру И по Ну вот Когда в школах Рассказывают О родном крае И таких программ Было очень много Мы несколько лет Практиковали Потом мы стали Выезжать Уже не только Во дворец Приглашать к себе Ну и стали Выезжать В школы Да То есть кому как удобно Вот Первый То есть стали Издавать Уже мы Сборники Потому что сборников На самом деле За 60 лет Именно нотных сборников Очень много выпущено И они до сих пор У нас есть И мы к ним обращаемся Всегда А новые пишутся? Да, конечно Но сейчас Это все больше Ну уже мы Мы понимаем прекрасно Что не всегда Обязательно это переносить На печатные издания То есть можно сделать Электронную версию Это тоже очень Даже более мобильно И более доступно Вот Что мы сделали Первый раз Мы уже Вот этот конкурс Который композиторский Мы проводим Не первый раз И к столетию Города Мурманска В 16-м году Выпустили Первый сборник Мелодии Заполярья Где Как раз таки Самодеятельные композиторы Они представили Свои произведения Очень интересный Получился сборник Мы выпустили Достаточно много дисков То есть до сих пор Вот им пользуемся И Особенно гостям Нашего города Нашего края В Дарьем И люди поражаются Насколько действительно Тепло написаны Эти песни А сейчас Это будет виртуальный подкаст В котором в том числе Будут победители конкурса Которые Вчера подводились Итоги Смотрите А вы Просто вы сегодня Так микроанонс сделали По поводу Коллектива С полохи Что вы подсмотрели Немножко Вы подслушали Несколько работ Которые присылали Вы знаете Ну вот Так как мы Сегодня Соединяем историю С современностью То вот хочу сказать Что Мне всегда Очень важно И всем специалистам Дворца Чтобы Всегда появлялись Какие-то новые имена Молодые И вот В конкурсе Приняла участие Например Анастасия Слободян Это студентка Могу И Ну вот Ее Наши уже Маститые Композиторы Тоже отметят Именно Ну как Однозначно Какой-то специальный Диплом Как дебютная работа То есть Там уже Я не буду говорить Что там дальше Да Что еще Вот Но Во всяком случае Нам очень важно Интересно Что Студентам Тоже Вот Интересен Этот конкурс То есть Молодежь Идет Видит И главное Что Есть молодые Ребята Которые Выпускают Достойный Вот такой Материал Который Отсматривают Наши Маститые Композиторы И он им нравится И в очередной Я напомню Всем нашим Радиослушателям И телезрителям Что смотреть Мы будем 12 декабря Это 50 лет Заслуженному коллективу Ансамбля танца Сполохи Ну а слушать Я так полагаю Очень любопытный Аудиоподкаст Вместе с работами Дебютными работами Наших Юных И средних Подрастов Композиторов Которые еще не успели Себе зарекомендовать Но обладают Невероятными талантами Будем слушать 11 декабря В честь юбилея 60 лет Творческого объединения Композиторов Заполярья На этом Наша с вами беседа Подошла к своему завершению Как обычно Вы успели Буквально кроху Из-за огромного Перечня вопросов Но Замечательный повод Среться с вами Еще раз В рамках Открытой студии Спасибо большое Что прибыли к нам в гости Хороших вам выходных Всего доброго Открытая студия Открытая студия Открытая студия